Здравствуйте, уважаемые зрители! Вчера армянские СМИ опубликовали статью под названием «Срочно! Министерство обороны России признаёт республику на горных рабах». Ну и вот я выпустил такой ролик, что, да, под этим же самым названием «И в СМИ Армении неописуемая радость». Ну, недолго радовались армяне. Вот, Азербайджан направил России ноту протеста за использованные термины «республика Карабах». Сейчас я вам зачитаю. «Министерство иностранных дел Азербайджана направило в МИД России ноту протеста в связи с тем, что на официальном портале госзакупок России был размещен заказ, в котором упоминалась Нагорно-Карабахская республика», пишет издательство Regnum. «Было доведено до сведения другой стороны, что такая ложная информация не соответствует духу дружеских отношений, отношений сотрудничества между Азербайджаном и Россией, написано в сообщении МИД. Российская сторона объяснила сложившую ситуацию, извиняюсь, технической ошибкой. Россияне признали, что это техническая ошибка. Также в Москве пообещали Баку направить усилия для устранения подобных ситуаций в будущем. 13 августа на российском портале госзакупок был размещен лот на сумму более 151 миллиона рублей от Министерства обороны России на поиск поставщика услуг по комплексу обслуживания военных городков, расположенных на территории Республики Карабах. Сейчас на заявке указано, что определение поставщика отменено. Исправили эту ошибку, чтобы больше не было таких ошибок, чтобы и россияне, и азербайджанцы потом не стали врагами после таких сообщений. Ну и вот, вчера я смотрел футбол, азербайджан играл с Ирландией. Интересный матч, азербайджанцы играли хорошо, вели до последней практически минуты, до 87-й минуты вели 1-0. Ирландцы там сравняли счет, но там была, как сказать, ошибка судей, там мяч ушел в аут перед этим, и практически Азербайджан выиграл бы этот матч. Сейчас я вам зачитаю, что тут написали. Так, завершился матч отборочного этапа чемпионата мира между сборной Ирландии и Азербайджаном. Да, как передает ДСС, ссылка прошла на стадионе Авиева в Дублине, и завершилась ничью 1-1. Счет матча открыл Эмин Махмудов на 45-й минуте, а на 87-й минуте Шейн Даффи уравнял счет. Ну вот да, 3 минуты не хватило сборной Азербайджана выиграть матч. Я скажу, это была сенсация. Сборная Ирландия не слабая команда, я так болельщик, футбол смотрю часто, у них сильная команда. И Азербайджан мог одержать победу, но вот 3 минуты не хватило, чтобы выиграть. Ну и сейчас вот Азербайджан, кстати, набрал очко и сыграл ничью. А была победа, это точно была сенсация, можно сказать. Никто не ожидал от Азербайджана, что так хорошо он сыграет. Ну я еще, когда был помоложе, я смотрел, как не в Чебаку играла. Ну это чемпионат Советского Союза был, сильная команда в Ничьи Баку до 90-х годов, очень молодцы там, хорошо профессионально играли. Все время смотрел, как удивлялся. Сборная, в общем, хорошая команда в Ничьи была. Игроки сильные, нападение очень сильное, помню, все время голы забивали. Ну Советский Союз распался, теперь вот Азербайджан, все, как сказать, нету Советского Союза. Ну неплохо играет, неплохо. Ну вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.